Всем привет! Я, конечно, или освещение такое, или я такого серого цвета. Я сейчас бегу в Джибар. Сегодня отмечаем день рождения. Пригласила подруга на день рождения. Отмечаем в веранде на Днепре. Боже, так холодно! Весна! Где же ты? Вчера я еще была в таком кардигане, потому что реально было тепло. Сегодня я в шубе, мне холодно. Погода! Стабилизируйся! Я иду вот сзади. Джибар. Он находится прямо вот здесь, недалеко, можно сказать, почти дома. На Асакарках. Я хочу сделать накрутку. И я вам покажу, что я надену. Платье купила и ботфорды, которые тоже недавно приобрела. Они у меня... О, девочки! Они у меня... В общем, сегодня их выбрали. Девки смеются. Там вход с другой стороны написано. Сори, вход с другой стороны. Девочки смеются, типа, о, сори, сори. Теперь буду искать, где вход. Причем тут можно было заехать, а я шла пешком, припарковалась, фиг знает где. Вот. О, нашла. Девочек так красиво. Я пасла в Джибаре первый раз. А мне не как... Ну, я ее увидела у других слугеров, что они служат в Джибаре. И мне не как... Мама, я хочу в Джибаре. У них так красиво. Тут реально красивая атмосфера. Такая классная. Девчонки такие веселые. Я думаю, что там шампунского ягония еще за рулем. Ну, вот и водичка. Спасибо. И вот рекомендация. Сейчас я приеду домой еще. Придесет порядок, кланя лица. Вот. Сейчас чуть-чуть оно еще спадет. И вот у меня рекомендация вообще будет очень классная. Что, на сториз снимаешь? Нет, это для ютуба. Сторизы снимаю, а видео вообще забыла снять. Не знаю, что вам рассказать, показать. Могу показать именинницу, но она не разговаривает. Вот она красивая. Венская. Красивая. Это Маришечка. Это вот тот самый кабанчиком. Помните? Вот. Вот вся эта классная одежда, это она и Аюта. Так что, девочки, приходите к нам. Кабанчик. Такая реклама в день вождения. То есть, ты любишь себя, правда. Так, самое интересное, его любишь не только ты, кто его одет. Честно, я твой костюм вообще не снимаю. Я видела, я видела. Причем, самое интересное, мне все говорят, Аня, говорит, он же белый. Да, зимой. То есть, я все время в одеваю. И он даже не пачкает. То есть, реально, и стирается офигенно, и не вестируется. Девочки. Так что, приходите к нам. Персик. Мы уже поели. Ем шампанское, по нам видно, да? Красные щечки, все так хорошо. И играет классная музыка. Так все очень-очень-очень. И сами даже знакомятся будут мужчины. Это тоже очень приятно. А еще у нас есть Артем. Там... Марина меня снимает. Он называется влог в инстаграме. Я инстаграмм во влоге. Есть... Я ее стесняюсь. Она меня снимает, и я ее стесняюсь. Покажу вам, девчонок, красивых. Их много. Вон они там, в воде. Марина, вам много букетов. Реально звезда. Посмотрите, какая она звезда. Она блестит. Да, да. Реально звезда. Я потом вам себя покажу. Я вам обещала показать себя в ботбордах. Я никак не могу. Я вам сейчас покажу все. Да? Я думала, может быть, фотографию ставит. Нас тут фотографирует. Она мне снимет. Значит, так. Делаем дефиле. Это мои. Дефиле. Мою новое платье. И у глаз без жабара макияж мой. Доброе утро. Мы собираемся на день рождения. Я Демку в обновке нарядила. У него джинсы новые и обувь. Это резерв. И джинсы, и обувь. Повернись, Демушка, бочком. Дем? Да, вот так. Да. Вот. Прикольные такие. Они на это поворачиваются. Низкая посадка у них. Еще поворачиваюсь. Еще. Мне нравится, как Матя висит. Как у взрослого. Ну, я имею в виду, посадка такая. Посадка? Посадка. Посадка. Да, посадка. И рубашечка. Вот. Да. И свитер пола. Да? 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 Дай, мама покажет. Что у нас тут? Вот. Четыре года. Хотя Демке нормально. Ральф Лорен. Масси. Да, красавчик, маме. Ай, какой красавчик. Снег. Норковая шуба. Дубарь. Да, Дем? Дема, покажи свои ельники. Вот так, вот так, вот так. Все, 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 успокойся. Покрутись. Ах, какой стильный мальчик. Как на косинке мамина машина. Да? Да. Класс. Ты уже разбираешься в автомобилях? Да. Это какая машинка была? Тойота? Да? Нет, а какая? Мамина. Мамина Тойота. Дем. Да? Но мама хочет Лексус. Продолжаю свой влог. Мы сейчас едем на день рождения к моей крестнице. Ей исполнилось 10 лет. Вот. Едем всей семьей. Естественно. Только бабушку оставили дома, потому что у меня мама заболела. Ну, мало того, что она лежит в больнице на дневном стационаре с гипертонией. Вот. Там еще сердечко пошаливает. Так у нее сейчас еще и грипп. Поэтому, можно сказать, у нас дома лазарет. В плане, у нас бабушка в одной комнате, а дети в другой комнате. Вот. Поэтому очень хочется, чтобы быстрее настало тепло настоящее. У нас все в снегу. Сегодня уже... Какое сегодня число? Я, если честно, не помню, какое число. Но, в общем, ближе к 20-м или 20-е. Но у нас 20-е марта, а у нас все... 18-е. 18-е, да? Мне уже хочется. Я уже быстрее туда, к апрелю. Вот. Хочется быстрее к Пасху. На самом деле, не только у меня, так я вот сторисы снимаю. И все девчонки пишут. У меня, например, вчера была дикая мигрень. Я выпила темплгин, наверное, полпачки. Вообще не работает. Спазмогон не работает. Вот, ну, в общем, на самом деле, колеса даже сильные. Вообще не работают. И, не знаю. Мне кажется, что вот эта вот смена погоды. Часто везет грузовик со снегом. Когда уже этот снег растает? Когда уже будет весна? Я уже, наверное, всех достала просьбой весны. Ну, честно. Вот, правда, от зимы уже устала. От холода устала. У нас сейчас показывают минус 6. Ну, дикий такой ветер холодный дует. Очень неприятно. Там снежная королева живет. Там снежная королева живет, да. Вот. Что хотела рассказать. Я в последнее время чуть-чуть пропала с просторов. Ну, Инстаграм стараюсь сторисы снимать, посты выкладывать, но не часто. И у меня на канале «Жизнь мама, которая девушка» уже 2 недели не было видео. Мне просто надо снять. Но от того, что мама болела, я себя плохо чувствовала, ну, как бы мама продолжает болеть. Очень много дел, вопросов именно бытовых, там, семейных. И у меня физически просто не хватает на съемку видео. Я думаю, что вы меня простите. Я надеюсь на это. Вы понимаете, что у каждого такое может быть. И особенно, когда, знаете, все-таки вот этот переходной период с весны, ой, с зимы в весну, или с лета в осень, или с осени в зиму, бывает такое, когда вот прям даже апатия. Она у меня есть, но у меня нет возможности впадать в нее, потому что я понимаю, что тогда вообще все встанет. Я была на дне рождения, когда, вот, вы видели у Марины, было весело, прикольно, но тоже была недолго. Девчонки потом поехали дальше отдыхать, ну, куда-то в ночной клуб, наверное. Я чуть побыла и поехала домой. Вот, поэтому тоже, можно сказать, хочется расслабиться, отдохнуть прям на полную катушку, но нет такой возможности, потому что мысли постоянно о других вещах. Так, начинает трясти, потому что я еду по площадке, я заканчиваю свою болтовню и уже включусь на дне рождения детства. Я вспоминаю, что сегодня сегодня, сегодня день рождения, мы празднуем в стиле, мы сегодня будем говорить о шоу-бизнесе, очень много, очень, так много, что вам снится сегодня будет просто. И поэтому, ну, это будет красиво, стильно, ну, собственно, об этом танец, в исполнении шиншуки. На стиле открывает наш сегодняшний вечер, вы не были! Мы не думаем, что-то обвинять, у нас все остается в зиме. Набили, губы налепили, ногти напили, негатив удалили, позитив нас все, и тот, тот нас все. Самый все в порядке, мама, просто старая, старая, все перекламой. Мой нам старый, мама, все заценили. Мой нам старый, мама, просто старая, 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 старая. Я надеюсь, что, но у него аллергии уже нет, пусть кинтут, проверим. Пусть кинтут, пусть кинтут, пусть кинтут, проверим. Нет, на диете жестко сидит, вот, разрешила маленькая, то еще на косу. Пусть он включается, да, в работе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как после ночного клуба парень Продолжаю свой влог Сейчас уже 4 часа еду с больницы У меня маму положили в больницу Уже второй раз В общем, девочки, берегите близких, берегите здоровье И не занимайтесь самолечением Потому что, по сути, мы с мамой занялись самолечением И это привело до больницы И до пробивания носа То есть гейморитных пазух В общем, положили маму в первый раз в больницу Но положили на дневной стационар Именно по кардиологии и по сосудам Боже, я словарный запас закончился Вот Она там чуть-чуть простыла Когда лежала Ну как простыла? Ну да, простыла И у нее начался грипп То есть замерзла И вот оно как бы И перед выходными она говорит Что-то у меня ухо болит Начали капать отипаком Лучше бы мы этого не делали И вот за два дня Мама пятницу, суббота, воскресенье Ничего не ела Ей тошнило Она ничего не хотела Вот Ждали понедельника Чтобы показаться Лору Но к понедельнику Вообще Мама, можно сказать, уже вела Потому что Ну прям вела конкретно Она уже идти не могла То есть Не было ни сил Не было возможности идти Вот Поэтому Направили С поликлиники В больницу На красном хуторе Недалеко от дома Положили В отделение И Сделали сегодня ей Как он называется Аня, что с тобой Рентген Оказалось, что Это не просто Двусторонний Атид Гнойный Это еще и Гайморит Двусторонний В общем Целый букет Маму жалко Просто Она прям Уже стреляет Ей плохо Смотреть на это Конечно Очень тяжело А потом Когда еще сказали Что надо Пробивать Представьте Мама как ребенок Начинает плакать И говорить о том Что пожалуйста Не надо Ну то есть Вот А я сижу в коридоре Все это слышу И Мне там Посоветовали Говорят Оденьте наушники Чтоб не слышать Ну потому что Реально тяжело Когда близкий человек Кричит и плачет А у меня не было наушников Да и не одела бы я Сейчас Назначили Антибиотики Вот Ну все Капают Я еду домой Потому что У Ники температура Она там С Демой Дома Поэтому Можно сказать От одного ребенка Взрослого Потому что Знаете Когда дети Дети Когда взрослые болеют Они тоже как дети Ну потому что Это вот состояние Такое Беспомощности Поэтому вот так С чем это связано Я не знаю Может быть Иммунка просто Ну может быть Слабенькая стала Все таки Уже правда Но конец Марта У нас лежит снег Минус 8 Потом плюс Потом опять минус Непонятная погода А у меня мама Например На погоду Очень сильно реагирует Так же как и я Вот Поэтому Короче Вот так вот Ну а Ника заболела Я думаю От бабушки Теперь главное Чтоб Дема Не заболела Солотники Если вдруг Где-то что-то Как-то Если не уверены То лучше всего Обратиться Все таки К специалистам Это вот прям Я прям Очень жалею Что еще в пятницу Я маму не повезла К врачу Если ухо Начало болеть То надо было Сразу изначально Показывать ее Врачу И тогда бы не было Сейчас того Что сейчас происходит Вот На этом я свой влог Заканчиваю Потому что У меня сейчас Не будет возможности Ничего снимать И сейчас На ней нет желания Обычно у меня Все такие позитивные Позитивные влоги Но девочки Мы все знаем Что не бывает Всегда Все-все-все Очень-очень хорошо То есть Она и так Все хорошо Просто Бывают такие периоды Опа Все У меня пока Такой период И надо его Побороть Чем мы будем Сейчас заниматься Всех люблю Целую И до новых видео Пока-пока